Здравствуйте, друзья! Я Антон, это Ганна. Новороссийские нас знают как основу группы Требушет и нескольких других музыкальных проектов. А также у нас мастерская музыкальных инструментов. Тебя в кадр просто попасть, да. А это не работает, я флешку не вставил. Забыл. Так что у нас только одна камера. Вот, и мы решили рассказать вам о том, что такое волынка и вообще музыкальный ли это инструмент. Ну и начнем с музыки. Субтитры создавал DimaTorzok У меня вопрос в зал. Кто скажет, откуда вот этот музыкальный инструмент, на котором играла Ганна? Хорошие версии. В основном Шотландия, да? В фигушке ничего подобного, да. Вот прозвучал почти правильный ответ. Эта волынка, она из Испании, а даже точнее из Галисии. Это северо-запад Испании над Португалией. Такой вот провинцией Галисия называется. Такая не очень даже испанская Испания. И там на этих волынках очень много играют. Это буквально инструмент национальной идеи. То есть, вот как, не знаю, волынка в Шотландии, да, большая шотландская, которая у меня в руках, о которой мы еще поговорим. Так и в Галисии. Вот это гайта-галлега, называется она гайта. Вот так в Испании, в Галисии этот инструмент. А также во всей Испании, в каждой провинции есть свои разновидности волынок, которые отличаются от этого. И, в принципе, именно про это мы сегодня и хотим рассказать. Вот, собственно, этот слайд про то, что это волынка из Галисии. И мы хотим сегодня рассказать, что волынок... А где картинка? Интернет работает? Вот она, рядышком. Технический директор. Эй, вот она. Нет, нет. Это не она. Вот должна быть здесь картинка. Или нет? Ну, нет. Здесь, на самом деле... Я расскажу, что здесь есть. Здесь очень много маленьких картинок, на которых маленькие человечки играют на разных-разных волынок, которые показывают, что волынок очень много во всем мире. И они все-все-все разные. Вот даже в самой Испании, там, да, вот есть несколько разновидностей. Давай дальше. И вот этот слайд нам показывает о неком волынка-минимуме. То есть, что такое волынка? Волынка — это, прежде всего, мешок. Вот. И потом, да, вот указочка. Трубка, в которую вдувают воздух. По-русски ее называют «вдувалка». Вот. И мелодическая трубка, на которой играют мелодию. Вот. И еще есть третья трубка. Она называется «бурдон», которая гудит. Но такая трубка есть далеко не на всех волынках. То есть, поэтому волынка-минимум — это вот эти вот две трубки и мешок. А все остальные, это то есть то, что есть в каждой волынке, а уже количество там этих всяких разных бурдонных мелодических трубок, оно может варьироваться. И помимо мешка еще могут быть, как мы увидим позже, могут быть разные меха. В общем, разнообразие волынок, оно очень большое. Давайте дальше. Прежде всего, когда говорят слово «валынка», после Шотландии возникает у человека второй образ — это средневековье, европейское средневековье. Наверное, как сегодня, какие-нибудь клавишные инструменты или электрогитары являются такими главными мейнстримными музыкальными инструментами в современной музыке. Вот «валынка», возможно, некую такую функцию в средневековье исполняла. То есть это был очень-очень такой мощный, распространенный инструмент, тоже в очень-очень большом разнообразии по всей Европе. И есть масса барельефов, изображений, дошедших до нас. Их очень-очень много, и по этим изображениям сегодня реконструируют инструменты. Вот, допустим, одно из самых знаменитых, оно так и называется, «бэкпайпер» волынщик — это Альбрек Дюрер. Середина XVI века, «Кантигас де Санта Мария» — это у нас XIII век Испания. Вот, и их очень-очень много. «валынка» — это, да, это инструмент средневековья. Дальше. И сегодня происходит тоже возрождение средневековых волынок. Вот, оно исходило из Европы, из континентальной, в Германию очень мощное движение, и оно затронуло нас. Вы видите на этих фотографиях группу «Трибушет», играющую на этих самых средневековых волонках, больших таких. Это одни из возможных, то есть их очень много разных разновидностей. Вот эти волынки в свое время мы заказывали у немецкого мастера, посвятившего свою жизнь реконструкции этих волынок. И мы на них долгое время играли, но почему я их поместил на слайды? Потому что мы их с собой не принесли, у нас их уже нет. Ну, а от них остались много записей концертных, они очень громкие такие, на них классно играется средневековая музыка. Дальше. Вот. Дальше бери инструмент. Второй. Да, следующая волынка, о которой мы хотим рассказать, это Корнамюз. Ее зовут во Франции, Шапер Пайв, Германия и Голландия. И вот она, эта самая волынка. Сейчас послушаем, как она звучит. И вот она, эта самая волна. Хватит. Спасибо, Ганна. Вот. Эта волынка распространена как в Центральной и в Западной Европе. Это прежде всего реконструкция волынки начала 17 века по описаниям и изображениям Преториуса. А также подобные же волынки распространены во Франции, но в других немножко модификациях. Звучат они примерно так же, да? У них мелодическая, Чандр. Он одинаковый, звучит примерно одинаково. Но вот количество бурдонов, некоторые бывают с мехами, оно варьируется в зависимости от французского региона. То есть в каждом, в каждой французской провинции есть вот свои корнамюзы, вот, а порой еще и по нескольку. А на юге так вообще есть такие волынки, которые вообще не на все, на юге Франции, на все остальные северные они не похожи. Там какая-нибудь волынка Боха. Ну, не будем застряться, давай дальше. Вот. И, конечно, надо было сказать о волынке, которую мы не продемонстрируем. Я на ней принципиально за нее не взялся. Это ирландская волынка или импайпс. Она очень сильно отличается от всего того, что вы уже слышали и видели. То есть от шотландской волынки, как мы видим, это на этой волынке можно играть только сидя. Они никогда не играют стоя. Потому что, когда человек, играющий на этой волынке, у него, значит, под одной рукой у него мех, а из меха идет трубка в мешок. Он накачивает мешок, а из мешка у него уже идет чантр, на котором он играет обеими руками и при этом еще втыкает его в колено. Это тоже является приемом звукоизлечения. Вот в правое колено и у него огромная пачка бурдонов, гудящих трубок. Она из мешка выходит, вот так лежит на ноге. И на этой пачке есть еще такие отдельные трубки, которые называются регуляторы. То есть одни трубки гудят постоянно, а на регуляторах играют аккордами. То есть мы играем на чантре двумя руками и при этом вот этим местом мы еще играем аккордами. Или прям вот отрываем одну руку от чантора и играем аккордами там. Вот, на этой фотографии это наш замечательный друг, коллега, товарищ Александр Анистратов. Он и грец на ирландской волынке, и мастер этих волынок. Буквально завтра он, кстати, приедет в наш регион, в наш город, к нам в гости. Вот, а на этой фотографии я играю с волынщиком из Ирландии. Возможно, одним из самых знаменитых. Это Падди Кинан. Вот, в свое время нам... Это мы с ним разыгрываемся в гримёрке. В свое время нам с ним посчастливилось ровно сколько? Два или три года назад у нас был совместный тур. Дальше. И вот, теперь мы хотим... Я хочу рассказать про волынки. То есть, про все мы не сможем. Допустим, волынки Италии, там, про все волынки Испании. У нас не хватит этих 15 минут. Мы расскажем про волыночные традиции, которые есть рядом с нами. Вот, с нами, с Новороссийском. Это, конечно же, Кавказ и Закавказье. Волынки Грузии, по моему личному убеждению, грузины это самый музыкальный народ в мире. И у них с волынками все тоже очень хорошо. В разных, там, врачи одни волынки. В Абхазии, вот, Чибони, это, по-моему, именно она. Да, ой, в Абхазии, пардон. В Аджарии, в Аджарии. У Абхазов тоже, кстати, есть своя волынка. Была, была. Вот. Это аджарская Чибони. И, в общем, в каждом регионе есть своя волыночная традиция. Они все примерно конструкционно близки друг к другу, но все же разные. И используется как в ритуалах, там, так и в песнях. То есть, у некоторых мешки настолько большие, что позволяют спеть целый куплет, пока мешок сдуется, его не надо поддувать. Вот. Здесь мы видим осетина, играющего на реконструированной волынке. Этого человека зовут Таму Берости. Это, возможно, паровоз сегодняшнего осетинского фолк-ревайвала. И завтра он тоже, вероятно, приедет к нам в гости. И я расскажу, почему. Вот. Потом. Вот. Он играет на реконструированной осетинской волынке Лалым-Вадынс. Вот. И армянский паракабзук. Я вот нашел это фото в интернете. Лично я еще с этой волынкой не сталкивался. Вот. Но то, что этот инструмент был и бытовал, это факт. А вот насколько он сегодня качественно реконструирован, я ничего не могу сказать. Могу сказать, что вот армянская волынка была. Дальше. Также есть такие интересные факты, что у карачаево-балкарцев у них есть слово «гбыт», которое означает «волынку». И есть упоминание. И у адыгов тоже есть слово, отдельное, которое означает «волынку». Да. Вот. Но упоминаний еще немного меньше. Инструмент вышел из употребления совсем, но вроде как был. Вот. Абхазская волынка тоже есть. То есть вот волынки Ближнего Востока и Турции, они тоже в принципе относятся к тому же конструкционному региону, как и Закавказские. Вот. И здесь мы видим, да, это тур, это грек у нас, это грек, это турки. Вот. А это уже, да, это уже араб прям вот такой конкретный совсем. Вот. Это уже Ближний Восток, пустыня. То есть весь Ближний Восток тоже своими волынками усеян. Дальше. А вот и Балканы. Банкан. Пардон за опечатку, извиняюсь. Балкан. Балкан и Карпат. Это такой тоже свой отдельный как бы волыночный регион. И там у всех у болгар еще по нескольку разновидностей, да. Ну, в Карпатах есть. Вот это вот Никола, по-моему, да, Тафичук. Мастер Тафичук. Это Гуцульщина, это западная Украина. Там как бы это не умерло. Вот. И это, собственно, сам мастер и игрец. Он жив до сих пор и делает свои инструменты. И там они примерно похожи. Вот, допустим, это сербский солдат. По-моему, фото, если я не ошибаюсь, Первой мировой войны. Вот с такой огромной такой волынкой. Вот. И Балкан и Карпатский регион, он напичкан буквально этими инструментами. И у венгров есть. Вот болгарин вот там справа. У болгар вообще у них возрождение волынок очень обширное. То есть там они порой собирают ансамбли. Они даже поставили рекорд Гиннесса и собрали тысячу волынщиков. И все вместе сыграли одну мелодию. Дальше. У молдаван, кстати, тоже есть. Как она там называется? Чимпой. Вот. Белоруссия, Прибалтика и Скандинавия. Вот это наш друг Денис Сухи. Это мастер белорусских волынок. В Белоруссии очень тоже мощное движение волынщиков. Даже есть дударцы. Дуда называется белорусская волынка. Дударский клуб в Минске есть. Они чуть ли не каждую неделю там собирают какие-то небольшие фестивали. Вот. И это эстонская леди, играющая на эстонской волынке Торупинде. С очень такой интересной конструкцией. То есть если мы в европейских традициях обычно бурдоны смотрят вверх или как-то вбок, то здесь они вот тут внизу где-то. Вот. И их бывает вот до трех штук. Это эстония. Потом у латышей, у латвийцев тоже есть свои традиции. Это волынка из Швеции. Сакпипа. У нее сейчас тоже очень большой ренессанс. И этот ренессанс он даже плещет через край. И даже у нас есть друг, который жил в Геленджике. Правда вот скоро переезжает оттуда. И он делает эти волынки шведские. Это очень интересный инструмент. Такая негромкая милая волыночка. Дальше. Что нас окружает. Ну и конечно с вопросительными знаками. Есть ли русская волынка, есть ли волынка на Кубани. Вот. Здесь мы видим изображение. Оно из шотландской книжки. Это именно волынщик из России зарисован. Здесь также есть еще ряд изображений русских волынок. А это буквально год назад находка в Великом Новгороде 13 века. Это то есть чантр, мелодическая трубка от волынки. Уже производятся попытки ее реконструкции. То есть то, что это именно конструкционная часть именно волынки, которая бытовала там. Это уже как бы доказано. Вот. А внизу вы видите нашего очень хорошего друга, который уже приехал. Он живет в Питере. Это один из, ну, наверное, все-таки авангард, как бы, реконструкции русской волынки. Василий Иванов, он этнограф, он музыкант, практик. Вообще замечательный человек. И он произвел эту реконструкцию. Произвел это очень качественно. И как бы произвел реконструкцию манеры игры. Но здесь идет речь именно о волынке, которая вот на русском северо-западе бытовала. Вот. И он ее реконструировал. А тут ваш покорный слуга, который сейчас... Произведет манеру игры. Да. Немножко произведет манеру игры. Это... Значит, что это такое у меня в руках? Это... Это не совсем реконструкция. Ну, это... У меня есть ряд источников, по которым у меня есть понимание, как бы, южно-русской волынки, которая реально бытовала у нас вот. И на Кавказе, именно в русской среде, и в казачьи, и всякое. То есть, есть музейные образцы, есть текстовые описания. То есть, у меня есть ряд источников, по которым я вот... Сделал попытку... Вот это... Это довольно черновик. Это практически сегодня премьера. Этот инструмент еще почти никто не слышал. Сделал попытку... Субтитры сделал DimaTorzok 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 духовых народных инструментов, волынок в том числе. Но единственное, я как бы его сейчас не то чтобы анонсирую, это довольно закрытый фестиваль, он узкоспециализированный. Но у нас будет открытый концерт в воскресенье вечером. Все это будет происходить в долине реки Жане, в поселке Возрождение за Геленджиком. Вот, открытый концерт мы планируем, ну, где-то на 6 часов вечера. Воскресенье, да. Ну, вот предстоящий. То есть фестиваль у нас завтра уже начинается, он будет вот 3 дня идти, и в воскресенье мы делаем, как бы это будет закрытый фестиваль, да, то есть, ну, там скучно будет, мы будем говорить там про трубки, мешки, никому ничего не понятно будет. Вот. А в воскресенье вечером мы хотим сделать открытый концерт. Я не обещаю, что он прям вот получится прям точно. Это у нас фестиваль формата встречи друзей, но такой съедутся все-таки мастера разные, даже вот не из Петербурга, из Москвы приедут. В общем, если кто-то в воскресенье доберется в такую отдаленную точку планеты, как... Не, ну мы не то, что приглашаем. Но если кому-то интересно, все, welcome, давайте теперь ваши вопросы. А где там будет... А? Вы сюда? Не, там, не доходя до поляны, там вот яблочный сад идет, и после него прям вот эти кафе-мафе, и вот там есть такое место, терем дом культуры, вот там, да. Как найти, можно будет, поговорить? Приезжаешь в поселок Возрождение за Геленджиком, и там спрашиваешь, где тут Жанне? Где тут Жанне, да, и тебе говорят, иди туда. Идешь на... Вот. Ну, я, может быть, сегодня, не знаю, у себя на странице, или там завтра сделаю там анонсик с картой. Еще вопросы? А почему вдруг Лаврифа снова продвигала меня на странице и на странице салатом? Не знаю. Мне когда... Почему вы начали играть музыку? Вот признаюсь, я... Я в каждый раз сочиняю всякую фигню в ответ на этот вопрос. Но это все полная чушь. Я не знаю, почему так происходит. Я вот с детства люблю музыку. Самого... А? Кто научил? Ну, скажем так, начинал я сам, потом... Ну, если вы обратили внимание, мы играем на разных волынках. Вот. И на каких-то мы учились совсем сами. На шотландской волынке я, допустим, брал пару мастер-классов у одного мастера. Вот. У Анатолия Исаева есть такой топовый российский волынщик. Ну, это к примеру. А Ганна, допустим, она в основном сама тоже всему училась. Вот. Сегодня при нынешних вообще... При большом желании можно научиться, я не знаю, всему-всему-всему. Да, есть. А правда, что игра на волынке, она полезна для тех, у кого прогулки. Наверное, вообще очень много разных мнений. Есть какие-то полезные качества, считается, что есть. Они очень полезные, но здоровье добавляют. Точно, это и точно. Особенно, шотландская волынка не здоровья. Не, ну, я вот открою, на самом деле, вот такую противоречивую тайну, что есть там какие-нибудь, не будем называть имена, есть, как это сказать, фронтмены, там, оркестр шотландских волынщиков, но которые курят одну за одной. Но это, конечно, редкое исключение. Вот. Ну, как-то вот... Как-то курят. Но на самом деле, я когда-то, когда-то давно я курил, параллельно играл. Очень тяжело. Вот. Какая-то выносливость, да. Лучше все-таки не курил. Ну, это же... Да, конечно. Это просто, либо тяжело. Очень тяжело. Как любое дело. Надо начинать, если нравится. Очень тяжело, но все, все как бы постижимо. То есть, есть инструмент, смотря на какой уровень замахиваетесь, да. То есть, освоить какой-то базовый уровень, там, если, допустим, вы ко мне придете, я вам за несколько, там, занятий научу, там, звукоизлечению, потом там, пари-тройки простых мелодий, и все получится. Да, мы обучаем на... У нас очень много разных инструментов, которые у нас есть, и которые мы изготавливаем, и на всем этом мы там и по скайпу занимаемся, и вживую, и коллективные уроки. Вот сейчас мы открываем школу этнических барабанов буквально скоро. Да. Вот директор школы. Можно? Да, конечно, слушаю. Вот такой вопрос. Я хотел спросить, допустим, если ты учишься играть на гитаре, ну, ты примерно можешь купить, сколько тебе обойдется гитара, и сколько будет, ну, как бы, если хочешь свой инструмент, сколько тебе разговаривать? Ценовые диапазоны варьируются так же, как и валынок, огромное многообразие, так и цен на них, огромное многообразие и уровни качества. То есть, ну, невозможно. Ну, допустим, если хочется, допустим, годный шотландский инструмент, да, это вам, не знаю, но от 1000 евро целитесь, да. Если, я не знаю, не дам. Нет, есть, допустим, болгарскую валынку, вот они тут показывались, можно, можно там приобрести, там, как-то значительное решение. 1000 евро стоит приличный, хорошее мастеровое инструмент. Ну, по-разному, Есть как бы 10 тысяч евро, допустим, ирландская валынка. вам там, 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 в 1000 вы точно не уложитесь. Даже практис-сет, у которого не будет бурдонов, чисто вот один чантер, там, мех и мешок, там, он уже будет стоить, там, очень прилично, а потом его надо наращивать. Это, с гитарами, увы, здесь не сравнишь. Это очень отдельный мир. Мне понятно, то есть, есть такой, как бы, стартовый, приличный старт, ну, вот он такой. То есть, если ты вот хочешь начать, ты не купишься сразу за 1000 евро валынку. Нет, мы вообще предлагаем учиться сначала даже на флейте. Купишь на валынку, играешь на флейте, покупаешь валыночку, ты уже умеешь держать пальцы, и оставишь другие навыки. Начать имеет смысл, допустим, с флейты, а, допустим, вот, для обучения игре на шотландской, именно валынке, вот, есть такая штука, которая называется Practice Chander. Это такая, негромкая такая дудка, а у нее такая же аппликатура, как на чантере, но она очень негромкая, не требует много дыхания, и, на самом деле, серьезные валынщики большинство своего времени проводят именно вот за этой дудкой, ее там можно за 100 евро, там, запросто приобрести. Вопросы? Как долго учиться? Всегда. Всегда. Это же путь такой. Сейчас вот. Выдешь, я научу. Смотря чему, то есть, вот я сейчас могу научить извлекать один звук. Понимаешь? Мелодию сыграть, ну, мы можем тоже за 5 минут, там, мелодию из двух нот освоить. Но за 5 лет так и не смог дойти до мелодии, там, да, это как спорт, и как любое дело, требующее любви и внимания, если прилагать к нему, оно обязательно отзовется скорее даже, чем вы думаете. Месяц, два, три. Ну, не смогли. нет, ну, может, да можно за неделю, как бы, это от усердия, и там, может, может, каких-то базовых тоже характеристик, там, таланта, там зависит. у вас ген-волынщик. Вирус, вирус, я бы сказал. Вирус волынщик. Еще вопросы? Конечно. Первое упоминание, а он, как бы, чей это инструмент изначально, есть такой, насколько он древний? Он древний. У него нету конкретного вот первого единоисточника, то есть он, волынка формировалась, скажем так, очень долго из разных, у него несколько, несколько предков, это и античный авлас, такая двойная дудка, и орган, там, первые протоорганы античные, это тоже предок волынки. Первая фиксация, ну, вот, допустим, считается, что Нерон, когда жег Рик, Рим наслаждался игрой на волынке, вот, но вроде как там речь все-таки была про овлос, да, этот инструмент все-таки без мешка, не совсем волынка. Он жег на волынке, а Рим... Ну, по-моему, все-таки это был овлос, там вот непонятно. Но у меня есть другие мнения на этот счет. Я считаю, что да, каждый имеет свое. Это, это, видимо, все-таки, как минимум в Европе, это раннее средневековье, и то далеко не везде. Хорошо. Ладно. А где еще у нас можно послушать волынку, и не выезжая на жены? Да пусть не... Нас можно заказать недорого. Свадьбы корпоратива, оригинальные похороны. Слушай, ваш вопрос. Для меня вот было таким новым, я не знал, что оказывается волынка по интернациональному, можно сказать, инструмент. Это не инструмент. Класс. Вот, прекратите думать, что волынка – это инструмент. Да, это... Мы поняли, да. А почему так получилось, что в сознании людей стереотип такой, что это шотландское, да? Я извиняюсь, я просто... Не-не, это хорошее, спасибо за вопрос. Еще можно продолжить? Сырганизировать хотел бы эту тему, что вот по поводу чудовища этого Лохмесского и так далее, что это все придумано... Оно появляется после пятого стакана. Они даже популяризацию вкладывались, наверное... Не совсем, нет. С шотландскими волынками здесь просто история как бы ее выбрала. Так вышло, что шотландцы, из шотландцев там в 19-м веке стали именно в период рассвета Великобритании стали формироваться, как империи, да, мировой, стали формироваться там шотландские полки, вот, а потом появились при них пайп-бэнс, оркестры, то есть шотландцы тащили в армию с собой свои инструменты, из которых потом сформировали бенды, и как бы эта волынка, она... Очень многие волыночные традиции, которые мы вам сегодня показали, они пережили упадок, да, а шотландская волынка, она стала практически, ну, таким военным, как бы, инструментом во главе там самой крупной армии там мира, да, вот, и это ей позволило, как бы, и конструкционно, и как традиции, ну, просуществовать, просуществовать и успешно прожить до наших дней, и сегодня там даже, даже считается, что вот в Германии, допустим, движение именно не средневековых, там очень большое средневековое движение, но движение именно шотландских волонщиков в Германии, оно еще более многочисленнее, чем в Шотландии, но это вот есть такая информация. Да, на волне, как бы, рассвета Британской империи дичайше популяризовалось на весь мир, и это эхо, ну, оно до сих пор... Нет, 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 популяризация, это все-таки дело последних вот буквально десятилетий, а как бы то, что этот инструмент жил и развивался, это вот все-таки, наверное, дань Британской империи, да. Сегодня даже абсолютно вот такая же волынка, есть оркестры при Королеи Иордании, но они играют очень по-своему, то есть это абсолютно не шотландская музыка, но вот инструмент конструкционно тот же, да, в Пакистане тоже, да, везде, где британцы побывали, они там... То есть популяризация, в смысле, где побывала Британская империя, оставляя свои завоевательные там, осталось... Короче, это такое колониальное явление. А сколько лет вы играете? На чем? На какой? На любой. Ну, допустим, на шотландской я стал играть, по-моему, с 2003-го, года, потом я, ну, так, не очень, не очень занимался, где-то с 2008-го года я стал более скрупулезно заниматься, прям вот много стал играть, а последнее время, допустим, вот, ну, не сильно развиваюсь, у меня есть масс, много-много других инструментов, которых... Вот я вот Южную Волынку сделал, на ней с целыми сижу, вот, и наигрываю вечерами, мне вот, очень нравится, вот. Поэтому вот говорить, что я, допустим, есть люди, которые играют, допустим, только на шотландской волынке всегда, вот, про себя я такого не могу сказать, то есть... Аналогично. Да, вот. А так у меня этот инструмент есть 2003-го года, вот, шотландская волынка, вот, там, у Ганны Галисийская уже лет 10. галисийская волынка появилась у меня в 2008-м году, я стала в ней заниматься французская, по-моему, в 11-м или 12-м. А первая волынка у меня появилась в 99-м году, приезжали ко мне музыканты, друзья-музыканты из Европы, они мне ее оставили, говорят, слушай, ну, она поломанная, что нам ее с собой таскать? Она вообще была никакой традицией, это была смесь восточноевропейских и скандинавских традиций, просто какой-то опус мастера такой, и я ее как бы там как-то собрал, еще абсолютно не понимая, и она стала у меня звучать, вот я стал играть. Вот, но этой волынки у нас уже нет. И скоро повелось. Да. Еще вопросы? Есть еще вопросы, друзья, вы можете сейчас...